Вот с искренней благодарностью просто вас за поддержку. Большое дело за дело. Спасибо вам. Татьяна Леонидовна, жительница Голицына, знает всё о своём городе, который был создан семейством князей Голицыных, как город-сад. Здесь жили и работали более 400 русских и советских поэтов и переводчиков. Располагался дом творчества писателей, который появился раньше, чем в Переделкине. Другие интересные факты из истории города жители узнавали из Голицынского альманаха. На предыдущих встречах с главой муниципалитета Андреем Ивановым Татьяна просила поддержать издание второго номера сборника. Этот альманах единственный в стране, в котором жители города нашего пишут историю своих семей. Историю того, как они стали голицынцами. А так как история Голицына богата именами, «Выпускать такой альманах – одно удовольствие». В этом сборнике собраны истории жителей о своих семьях и очерки об известных исторических личностях. Например, о меценате и основателе Кустарного музея в Москве Сергея Морозове. Именно он построил здание на Советской улице в 1889 году на средства для конторы Веземского складочно-потребительского общества лозоплетения. «Продукция, которая выезжала за границу, представляла Россию – это плетеная мебель Веземского складского патриотического общества Голицына. А 1700 наименований. У нас много таких. В чем уникальность? Это всесословие. Потому что эту мебелью пользовались цари, простые люди. Но самое интересное, что она имитировала шикарную мебель. Она была из простых плетеных предметов, вещей, но имитировала шикарную мебель». Вместе с инициативными жителями Голицына Андрей Иванов осмотрел историческое здание, в котором можно создать городской краеведческий музей. «Что делаем?» «Мы делаем музей». «Но город Голицын, он же в исторической ментальности всего уезда». «Почему я не приступался?» «Еще я не приступал, что не приступали. Мы со всеми правовыми вопросами закончили». «У нас сейчас подвал передается». Исторический объект в Голицыне в конце прошлого года распоряжением главы муниципалитета передали Одинцовскому историко-краеведческому музею. «Концепция еще пишется, она еще в стадии разработки. Сегодня мы представляли главе первые, что называется, цитаты этой концепции. Но, тем не менее, работа сейчас ведется, передается здание, здание, вернее, уже передано, сейчас передаются прилегающие территории, стена, которую вы видите, историческая, сохраненная». Здание и стену необходимо реконструировать и вернуть им исторический облик. Но для начала здесь проведут полное обследование и разработают проект. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».